Утро со звуком! Не проспи! Главное, это утро! Друзья, 10.13 в Москве. Доброе утро! Доброе утро, доброе утро! Был вопрос по поводу мелодии от Кати в ICQ 413-1375. Как называется мелодия, которая сейчас играет? Ну, ППК же! ППК, это все знают! И трек называется «Воскрешение!» Замечательный трек. Возрождение? Воскрешение. Ну, его и так, и так можно перевести. Резурекшн, собственно, выпускался. А-а-а! Все-таки Резурекшн! Выпускался под... Мне опять одному пошлость почунилась. В этот раз я не смогу сказать, что нет. Мне одному ничего не показалось. Друзья, я один выпил мало чая, только простите уж. Бывает. А перед киновестями можно вопросы еще позадавать? Вопросы? Давай, давай, давай. А то русалочка, она не может успокоиться. Русалочка! Замуж-то как хочется, а? Русалочка! Девчина еще не замужем, ну... Надо предлагать добить Дениса. Добить молотком? У вас, Денис, жена есть? Спрашивает русалочка. Вопрос я хочу сказать не в бруфе, а в глаз. Вот то, что вы кольцо сняли, это, в принципе, ни о чем не говорит. Друзья, я вам честно скажу, он снял кольцо прежде, чем в студию. Провокации в райо. Все! Я вам говорю, дорогие слушатели, Лейла уже положила на меня глаз, поэтому она себя так ведет. Я... Скажи, пожалуйста, какой, левый или правый? Лейла, сними с него свой глаз. Просто обычно я левый кладу. То есть, спасибо, вернут. О, так даже лучше видно. О, это Денис? Я сейчас у Кости отдал свой глаз и положу на Дениса. Нет, вот мои глаза, пожалуйста, оставьте в покое. Так, ну что там с женой-то? Нет жены? Нет жены. Нет жена-то, русалочка, ты еще можешь увязаться. Я паспорт сейчас проверю, друзья. Так, ну вот не надо палить человека на всю страну-то, а? Вот не надо. А у меня и там все чисто. Девственно чисто в паспорте. Не прописки, не штаб, не штаб, а военные. Все они не местные! Чистый паспорт голый. Кого понабрали по объявлению. Я сейчас не поняла, о чем. Я про разные телеканалы, куда берут работу с ведущими. Да-да-да. Вот, так вот, наши друзья, которые сейчас едут в Канаду, пишут. Привет Владу, передайте, пожалуйста, храпуну этому. Влад, привет тебе огромный, прекращай храпеть. Да, и начинай свистеть. Пусть друзья хотя бы порадуются за тебя немного. Так, ну что, киновестям готовы? Да, конечно, я всегда готова. Ну, поехали. Киновести. Камера, мотор, экшен. А любит выходить в кино Денис? Да. Да, давно не был. Но очень хочу, пригласите кто-нибудь, сводите. Русалочка. Русалочка. Спонсоры, походу, в кино Русалочка. Нет, спонсоры мне не нужны. Мне просто нужен пинок под зад и вообще предложение. Так, так это я тебе сейчас обеспечу. Татьяна, Татьяна пишет в чате, пошли. Пошли. Татьяна. Давай, пошли. Итак, собственно, киновести на дворе. Титаник все смотрели? Титаник, да. Да? А в 3D? Нет. Нет, вы не смотрели, а в Китае уже посмотрели. Более того, в Китае посмотрели еще и полную версию, потому что из нее была вырезана для публикации в Китае версия, где, собственно, девушка... Где рукой по стеклу трут? До того как, до того как, до стекла и до того, как он рисовал картину. Так там что-то было? В китайской версии ничего не было. Ах. В общем, друзья. Вот такие они китайцы, да. Стереоверсия фильма «Титаник» установила свой первый рекорд в китайском кинопрокате. Только за первые сутки картина Джеймса Кэмерона заработала 11 миллионов долларов. Это лучшая премьерная сбора в Китае. До этого в Китае, наверное, вообще в кино не ходили. Так, секунду, секунду. В Китае живет миллиард жителей. Ну? Собралось всего 11 миллионов. Да. То есть если билет по доллару... Они другим заняты. Они сходили всего лишь 10% населения. Так остальные 90% другим заняты. Это если билет по доллару. Ну а рис кто выращивать будет? Ну, Кость, ну вообще. Рис, чай и все остальное. В 1998 году, друзья, «Титаник» заработал на китайском кинорынке внушительные 44 миллиона долларов. То есть пока 3D-версия не так, скажем так, восхищает китайцев. Ну, может быть, это потому, что фильм только вышел в кинопрокат. Подождем, посмотрим. Ну, что у нас? А у нас премьера? Премьеры! Скоро на экранах! На самом деле, я вчера открыла один портал о кино, увидела, сколько кинопремьер сегодня, обалдела и решила рассказывать вам не обо всем. Ну, давай буквально 3 каратенечка, 4 там, не знаю. Ну, ты обалдела, что ли? Ты обалдела, что ли? Рассказывай про все вообще, как мы выберем. Нет, ну я уже за вас выбрала. Зачем же вам выбирать? Вот, у нас для этого собственный гид по кинотеатрам. Ну, для начала, друзья, особенно Костя и Дениса, нужно сходить на фильм «Мачо и ботан». Кто из вас мачо, кто ботан, решайте сами. А я его уже посмотрел. Пиратская версия. Пиратская версия. Как не стыдно! Бейте меня. Вот если бы ты был сегодня в розовом, я бы сказала, ты в розовом вышла. Отшлепай меня. Обязательно, после эфира посмотрим. Костя, поможешь? А я пинкадом скинул. Мне кажется, русалочка меня сейчас убьет. Не убьет. Ты давай, не отвлекайся, киновестия идут. Не отвлекайте, я ж прям... Ой, ладно. Значит, далее. «Морской бой» фильм выходит. Друзья, почему нужно посмотреть фильм «Морской бой»? Потому что там трансформеров куча. Нет, потому что там снялась Риана. Риана! Да, чтобы посмотреть на Риану в военной форме. Обязательно нужно это сделать. Сходим. Да. Что там еще новенького? И еще очень хороший фильм, такой просветительский, что ли, можно сказать. «Последнее завещание Нобеля». Не Шнобеля, друзья, я повторюсь, Нобеля. Ну, это, кстати, интересно. Это документальный фильм или он в широком формате идет? В широком формате. В широком прокате. Да, в широком прокате, в широком формате. И он не документальный. Это скорее такая детектив. То есть, мне кажется, Шерл Хофф в этот раз отдыхает. В каком банке занял Нобель денег, чтобы раздавать свою премию? А, кстати, сумма премии, кто не знает, какая? Надо посмотреть фильм. Ой, я не помню, там что-то какие-то кроны, там большая цифра, сейчас не вспомню. Но там что-то эквивалент миллиону долларов. Я не знаю эту сумму, но знаю другую сумму. Хит недели. Ага, вот он даже так. Кинохит. Лидер проката. То есть, не Титаник. Можно я угадаю? Это вот, который Фактор Икс. Нет. Голодные игры. Ну, ты молодец. Ну, вот такой вот. Вот кому Нобеля надо давать. Да, он посмотрел, посмотрел. И сам себе еще подкричал. Да нет, ну просто людей много, и всем интересно, что же за фильм-то такой. А вот Титане, кстати, вообще не смотрят люди. Не смотрят люди? Вообще, почему-то. Ну, кому нужен Декабрь в 3D? Как это? Мне. Я обязательно схожу, посмотрю. А вот это вот их полет, и все это в 3D, и как будто бы они с тобой вместе. Я считаю, это развод какой-то на бабло. Честно. Ну, вот в этот кинотеатр-то, который вам можно называть? Название-то, которое на букву Ай-то, которое... Да называй. Ай-Макс, который. Говорят, там просто какой-то вообще космос. Ну, в смысле, там настолько все круто, что даже я уже хочу сходить. Там большой четвертьферический экран. Какой-какой? Четвертьферический. Здесь бывают сферические, полусферические, четверть сферические. Ого! Вот. Нет, я смотрел там трансформеров. Было действительно круто, но я сидел как-то так сбоку, и мне было неудобно, что чуть головой повернешь, и уже нифига нет. Да-да-да, потому что надо сидеть непосредственно по центру. Да. Вот и все. Это единственный косяк Ай-Макса. Надо сидеть именно в центре. Вот. Ну, я, в общем, хочу сходить на Титаник, да. Русалочка. Я все. Все? Да, я все. Ой, ну, спасибо тебе, дорогая. Да нет. Вот, друзья. Не прошло и годы, как говорится, а Лейла-то закончила. Да, 10.21 в Москве, мы скоро вернемся к вам и будем задавать вопросы Денису далее, потому что там до... Совсем немного времени, друзья, осталось всего 40 минут. Стоп. Да. У Дениса-то. Русалочка пишет, я согласна сходить с ним в кино. Все. У-ла-ла. Русалочка, пиши телефоном. А, теперь начинается самое интересное. Денис. Начинается фотокастинг. О, господи, ну вот все время так. Какая у вас электронка? Утро, собака, радио13.у. Костя, ну, ну, ё-моё, ну. Что? Снято. Киновести. Остерегайтесь подделок. Настоящее утро. Утро со звуком. Только на радио13.